Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Вы только начинаете свой путь с Joomla 4 и вам по каким-то причинам не нравится дизайн админской части в Joomla 4. Как поменять дизайн админской части? Я уже говорил ранее в своем бесплатном курсе, который вы можете посмотреть на моем официальном сайте fedorvasiliev.com. Пройдя по этой кнопке, увидеть базовый бесплатный видеокурс. В одном из этих уроков я показывал, как поменять дизайн админской части. Но если вы хотите кардинально изменить дизайн админской части, в этом видео я хочу вам предложить темный вариант, бесплатный шаблон для админки Joomla 4, который вы сможете скачать также с моего сайта, перейдя внизу по ссылке Joomla 4 шаблоны и найти здесь темный шаблон, перейти и скачать архив на компьютер. Давайте посмотрим на моем тестовом сайте, как установить темный шаблон и как он будет отличаться от стандартного шаблона Atom, так называемый родной стандартный шаблон админки Joomla 4. Чтобы установить темный шаблон из админской части сайта, я перейду в систему, расширение, устанавливается шаблон, как любое другое расширение или как любой другой шаблон. Я открываю папку на компьютере, архив с шаблоном, просто перетаскиваю вот в эту область и происходит автоматическая установка. У меня установка успешно завершена, теперь необходимый шаблон назначить основным. Для этого я перейду опять в систему, стили сайта, здесь я перейду по стрелке панели управления, вот родной шаблон Atom, который мы видим, звездочкой назначен по умолчанию. И вот новый шаблон темный дизайн. Я просто ставлю напротив, кликаю мышкой по точке, назначаю его, он помечается звездочкой и на ваших глазах все меняется в темный стиль, в темный дизайн. И остается лишь посмотреть, потому что у нас не просто смена дизайна, у нас где-то поменялись иконки, где-то поменялись местами блоки. Блоки, то есть, конечно, нужно привыкнуть. Чем хорош темный дизайн, тем, что глаза будут меньше уставать. И давайте посмотрим, как выглядят, например, статьи, список статей. Если мы откроем какую-нибудь статью, то есть редактор также выглядит белым цветом, там, где мы наполняем статью. Все остальные моменты, ну, достаточно приятно все смотрится. Давайте посмотрим меню. Общие настройки. Шаблон периодически тоже обновляется, так что следите за обновлениями. Если новая версия будет, вы, конечно же, установите без проблем. Общие настройки. Как выглядят. То есть, фронтальная часть сайта у нас осталась без изменения. Здесь, в данном случае, сейчас используется KCOP, родной шаблон. И давайте еще посмотрим выход. То есть, вот так вот выглядит страница авторизации, тоже темного цвета. Если мы кликнем по самому шаблону, у нас даже есть некие настройки. Сеттинг, которые у нас по умолчанию включены. Вот эта вот опция при сохранении убирает боковую полностью панель. Если мы с вами пройдем, вот видите, сбоку вообще ее здесь нет. Конечно, это удобно ее оставлять. Не знаю, зачем ее нужно будет кому-то отключать. И кнопки в тулбаре тоже можно отключить. И даже загрузить свои логотипы для сайт-лого и логин-лого. Давайте выберем. Я подгружу свой логотип. Как это будет смотреться. И логин-лого. Выбрать. Сохранить-закрыть. Из-за того, что у меня текст на логотипе темный, здесь вот текста не видно, но у нас логотип вот здесь вот помечается. То есть мы брендируем, по сути, админскую часть сайта. И при выходе вот сюда вот помещается наш тоже логотип. Вот такое получилось видео. Надеюсь, оно для вас было интересно и полезно. Подписывайтесь на наш канал.